Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армянская церковь в провинции Томар-Закисарий Западной Армении сдалась на милость судьбы. В школах Армении будут созданы 284 робототехнические лаборатории. 7 июля армянские врачи будут оказывать услуги населению Алеппо исключительно на бесплатной основе. Отменен ли проект Синопской АЭС? Трамп предостерег Иран от угроз. Сегодня день рождения актера Магера Макарчана. В городе Компиен, Франция, отметили 150-летие со дня рождения Ована Сатуманена. Историческая армянская церковь Святого Погоса в Тамразе в Кесарии находится под угрозой разрушения. Церковь была построена в 1837 году, а после геноцида некоторое время использовалась как склад и кинотеатр. Из-за отсутствия ремонта в течение долгого времени на облицовке появились трещины. В трещине, также в нижней части колонн и стен. На краях крыши разрывы и вся крыша покрыта травой. Власти подготовили проект реконструкции и преобразования церкви, но пока он не реализован. Следует также отметить, что церковь является важным историческим и архитектурным сооружением, которое необходимо незамедлительно отремонтировать. В школах Армении будут созданы 284 робототехнические лаборатории. Решение об этом принято на заседании правительства Республики Армения 4 июля. Представивший проект решений министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Раик Арутюням подчеркнул, что на решение поставленной задачи из государственного бюджета страны будет направлено 834 миллиона драмов. Средства будут переадресованы союзокомпании и передовых технологий, которые и обеспечат выполнение программы. Министр напомнил, что в настоящее время в общеобразовательных школах Республики уже действует 350 подобных лабораторий. По его словам, инвестиции в реализацию подобных программ являются хорошим вложением, которые положительно скажутся на экономике страны. Генеральный консул Армении Валепа Армен Саркисян и Аркадий Тонуян, представители армянской гуманитарной группы в консульстве, 3 июля приняли представителей НПО Аль-Ихсан. На встрече обсуждалась проблема гуманитарной ситуации Валепа, так как в наиболее пострадавших районах города не хватает качественных медицинских услуг, сообщили news.am в армянском новостном центре по разминированию и экспертизе. Была достигнута договоренность о проведении профессиональной деятельности в рамках медицинского центра, финансируемого UNFPA. Армянские врачи будут оказывать услуги жителям Алепа 7 июля исключительно на бесплатной основе. Президент партии СР и президент Турции Реджептай Пердаган на прошлой неделе перед саммитом G20 в Осаке Японии объявил, что в строительстве атомной электростанции в Синопе нет прогресса. С точки зрения ценности проекта он не соответствует нашему предварительному соглашению. Жаль, что работа по строительству АЭС в Синопе идет не так, как задумано, отметил он. Слова Эрдогана были истолкованы как отмена проекта. Однако, по словам спикера синопской антиядерной платформы Зеки Карташи, эти слова значат, что программа на данный момент приостановлена. Он сказал, что до сегодняшнего дня проект был приостановлен аж четыре раза. Предполагается, что до сих пор на участке площадью в 10 миллионов квадратных метров, на которой будет находиться АЭС, вырублено более 6500 деревьев. Президент США Дональд Трамп посоветовал властям Ирана быть осторожнее с угрозами о повышении лимита низкообогащенного урана и добавил, что они могут обернуться против них самих. Ранее в среду президент Ирана Хасан Раухани заявил, что с 7 июля страна намерена обогащать уран выше уровня 3% предусмотренного ядерной сделкой и будет делать это на уровне, который считает нужным. Иран сегодня выступил с новым предупреждением. По словам президента Ирана Хасана Раухани, если не будет новой ядерной сделки, они будут обогащать уран до такого уровня, до которого захотят. Поаккуратнее с такими угрозами Иран. Они вам еще могут аухнуться так, что никому раньше, написал Трамп в своем твиттере. Сегодня день рождения великого актера Мгера Фрунзика Мушеговича Макарчана. Он родился 4 июля 1930 года в городе Ленинакан, ныне Юмри, армянская СССР. Родителям Мгера бежали из Западной Армении во время геноцида против армян. С 15 лет он работал в клубе текстильной фабрики города Ленинакана, а в свободное время посещал репетиции самодеятельного театра. По окончанию школы несколько лет выступал на сцене Ленинаканского театра имени Моравяна. Несмотря на запрет отца, Фрунзик поступил в Ереванский театрально-художественный институт и буквально со студенческой скамьи отправился на сцену Академического театра имени Сундукяна в Ереване. Он сыграл во многих фильмах, в том числе «Мальчики-оркестра», «Кавказская пленница», «Мы и наши горы», «Мимино», «Кусочек неба», «Песни старых дней», «Танго нашего детства». Герма Кричан скончался 29 декабря 1993 года. Похоронен в пантеоне имени Комитаса. Как сообщает Ариан Айсор в библиотеке Сент-Корнелл в Кампене, в Франции состоялось мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения Уванеса Туманяна. Юбилейное мероприятие было организовано Кристиной Даниэлян, учительницей субботней армянской школы в Кампене. Школьники, знакомясь с произведениями армянского поэта, с энтузиазмом готовились к этому событию. Кристина Даниэлян выступила с программной речью, после которой дети пели и танцевали, представляли фрагменты из жизни и творчества Туманяна, а также на французском поставили открывки из поэмы «Ануш». Организаторы мероприятия выражают благодарность представителю армянской общины Компена Артуру Григоряну за поддержку. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Тигран Мансурян «Кусочек неба». Субтитры создавал DimaTorzok «Кусочек неба» Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!